Привет, друзья! Сегодня я задался такой темой, как полюбить себя. Для этого нам нужен фундамент, построить фундамент. Возлюби ближнего, как самого себя. Отличная идея. Привет, друзья! С вами я, Виталий. Как видите, тема у нас интересная, интригующая всех нас, потому что мы спрашиваем, какое прилагательное. Значение у этой темы, как полюбить себя, потому что нас это не интересует, потому что что с нами происходит. Мы говорим, что у вас занижена самооценка, потому что вы себя не любите. Или вы не уверены в себе, вы себя не любите, вы себя не цените, у вас низкая самооценка, у вас низкая самоуверенность, вы не уверены в себе и тому подобное. то есть прекрасный солнечный день располагает у нас такой беседе продолжим, друзья, разговор на тему как полюбить себя уже такой в студии, скажем потому что не тема серьезная и требует дополнительного такого разбирательства поэтому прошу меня судить не строго, как могу так разбираюсь итак, друзья как мы понимаем, мы можем любить в себе два состояния наше состояние личности и состояние нашей индивидуальности эти два состояния мы очень хорошо знаем популярны эти состояния однако мы ими очень мало занимаемся как полюбить себя в этой ситуации очень просто надо быть и личностью и быть индивидуальностью и есть такое хорошее выражение библейское возлюби ближнего, как самого себя такой один из основных законов и когда мы применяем этот закон относительно нашей личности и индивидуальности мы понимаем, что между ними могут быть создаваться отношения и отношения любви взаимопонимания взаимовыручки и так далее которые мы выражаем как заботу эмпатию взаимопомощь и так далее взаимное развитие взаимное обогащение и тому подобное и для этого очень простое имеется конечно буддийское такое выражение имеется как определить что вам нравится и что вы любите это очень просто определяем мы и применяем это выражение к этим же отношениям между личностью и индивидуальностью мы говорим о том что если нам нравится цветок мы его срываем а если мы его любим то мы за ним ухаживаем мы его поливаем всячески о нем заботимся когда мы говорим допустим о зоне комфорта вот зона комфорта это наша индивидуальность там мы ее пестуем там мы ее растим там цветочки индивидуальности мы всячески за ним ухаживаем мы его проявляем мы его показываем мы его развиваем и так далее и так далее А когда наши личные границы разрушены, или мы уходим из зоны комфорта, ставим перед собой какие-то цели, пытаемся добиться чего-то, тогда мы многие вопросы перекладываем на плечи нашей индивидуальности. И тогда мы, когда возвращаемся в личное пространство, мы говорим себе, что наши прошлые решения были неправильные, а сейчас я буду правильно поступать, я достигну больших целей и так далее. И тогда наша индивидуальность находится в таком плачевном состоянии, потому что ее действия, ее поступки, ее решения, ее ценности, ее убеждения отходят на второй план. И более того, вы говорите себе, что моя индивидуальность не такая яркая, она не такая кипучая, интересная и так далее. То есть, вы принижаете свою индивидуальность, когда вы находитесь в личностно высоком статусе, и тогда, конечно, ваша индивидуальность страдает. И тогда мы возвращаемся в следующем этапе развития вашей личности, вы возвращаетесь к вопросу, как полюбить себя. Почему-то вдруг теряется, что теряется? Два состояния у нас имеются. У нас имеется состояние нашей самооценки, как мы говорим, и есть еще второе состояние, наша самоуверенность. Так вот, это важный вопрос, которого сейчас мы коснемся, для чего я вообще все это сделал. Когда мы занимаемся своей любовью к себе, скажем, как к личности, то у нас увеличивается наша самоуверенность. Это обязательный этап, когда нам хочется быть более уверенным в себе, мы обращаем внимание на те интересы, которые находятся в границах нашей личности. А когда нам необходимо повысить свою самооценку, или наша самооценка понизилась, как мы говорим, тогда мы обращаем внимание на свою индивидуальность. Наши индивидуальные черты, мы к ним относимся более бережно, мы начинаем их пестовать, мы начинаем их развивать, мы начинаем производить какое-то обучение, самообучение производить, то есть больше развивать свои индивидуальные навыки, индивидуальные какие-то открытия делать, то есть больше углубляться в совершенствование, какое-то более глубокое понимание себя, себя в окружающем мире. Пытаемся какие-то действия совершить в окружающем мире, не похожие на других людей. То есть как-то выделиться, как-то проявить себя, обратить на себя внимание через свои индивидуальные качества, индивидуальные поступки, индивидуальные какие-то проекты, да, в жизни мы делаем какие-то проекты, то есть какие-то и так далее. И к этому моменту очень важному, мы должны обратить внимание на него. Поэтому, когда мы говорим о самооценке и о самоуверенности, в этих эпостасях, в этих состояниях, да, мы, мы, что делаем, мы обращаемся либо к личности, либо к индивидуальности, правильно, правильно, обязательно. То есть когда вы хотите повысить свою самооценку, вы обращаетесь к индивидуальности, вы говорите себе, так, все, мне надо повысить свою самооценку, по-видимому, моя индивидуальность оказалась как-то в погребе в каком-то подвале, как-то я ее запихал куда-то, да, что-то там произошло, что моя индивидуальность оказалась в таком неприглядном состоянии, И потому что, вероятно, я посчитал, что моя индивидуальность принимала не те решения, не двигала меня ни в том направлении. Я сделал какой-то поступок, и я показался глупым, да, и меня надо мной рассмеялись, надо мной посмеялись и так далее. И я свою индивидуальность спрятал или спрятал подальше, да, в чулан или где-то вот дома сижу, моя индивидуальность проявляется. Я там рисую, что-то себе, в стол пишу, складываю картинки, тексты какие-то, да, это моя индивидуальность. Я ее там оставлю дома, а выйду в общество, я там стану личностью, где меня признают как эффективного менеджера, управляющего там специалиста, ремесленника кого-то, да, вот тут мне нормально все, а моя индивидуальность спрятанная. Так в этом случае у вас будет низкая самооценка, ваша самооценка не растет или вы не можете ее управлять. Это относится именно к индивидуальности. А когда мы говорим о самоуверенности, об уверенности в себе, мы возвращаемся к личности, к личности, которая оказалась у вас тоже в таком поврежденном состоянии. То есть личность повреждена в результате какого-то стресса, конфликта, в результате какого-то недостижения, какой-то вершины. Вы сказали, нет, моя личность слабая, что-то там не так, я не так себе нравственно чувствую. То есть какие-то проблемы, какие-то внутренние барьеры оказались для личности непреодолимые. И вы сказали, что личность приняла не те решения, не те принципы. Она как бы проповедует, не тот характер, не тот у меня и так далее. И очень часто мы говорим о характере, какой у тебя характер и так далее. Какие у тебя привычки, какие у тебя принципы. И это все относится к личности. Эти вопросы приводят к тому, что у человека теряется самоуверенность. Уверенность в своих поступках, уверенность в своих действиях, уверенность в своей речи, уверенность в выполнении задач, в цели устремленности, смелости пропадают у человека. Именно когда человек споткнулся, упал и так далее. Когда у него, его личное состояние было повреждено. То есть внешняя оценка его деятельности, внешняя оценка его деятельности была низкая. Сказали, что ты неудачник, что ты не получилось и так далее. Ты упал, тебя попинали еще, тебя скорбили и так далее. То есть твоя личность принизилась и тогда у тебя упала самоуверенность и так далее. Почему это произошло? Потому что в какие-то периоды жизни мы говорим о том, что наша личность как бы нас не подняла на тот уровень, какой мы хотели. И мы относимся к личности не с большим уважением. А нам бы хотелось вернуться к нашей высокой самоуверенности, уверенности. И через что вернуться? Опять же через любовь к личности. Я люблю свою личность, я люблю свои качества, я люблю свои характеристики, я люблю свои привычки, я люблю свои навыки. И эти навыки, эти привычки надо развивать под защитой, допустим, индивидуальности. То есть индивидуальность питает вашу личность, а личность будет питать вашу индивидуальность. То есть мы вспоминаем об этом принципе возлюби ближнего как самого себя. То есть если ты любишь себя как личность, то возлюби свою индивидуальность. Если ты любишь себя как индивидуальность, то возлюби свою личность. Вот такой простой принцип. Я советую вам применить в своей жизни, обязательно о нем задумываться. То есть моя сейчас задача, моя мотивация у вас создать состояние осознания, осознания. То есть, когда вы попадаете в такую ситуацию, как ощущение, или вам говорят, у вас низкая самооценка, или вы чувствуете себя неуверенным, это значит, вам необходимо обратить внимание на вашу личность или на вашу индивидуальность и полюбить себя как индивидуальность, полюбить себя как личность, оказать внимание, начать ухаживать за цветком своей индивидуальности, за цветком своей личности. Я хотел бы такую метафору вам обязательно сегодня привести, эта метафора, она сказочная метафора, хорошо вам знакомая, это метафора из популярных сказок русских, хорошая сказка о леньке циточек, знаете, или современная интерпретация Голливуда, там красавица и чудовище, вот то же самое примерно мы рассматриваем как внутренний процесс преображения личности, индивидуальности, то есть это большое страшное чудовище, такая личность сильная, огромная, да, которая вот бережет маленький-аленький циточек. Обратите на это внимание, на эту сказку там очень большая моральная и нравственная имеется подоплека, которая показывает, как человек относится к индивидуальности, как относится к личности и как в целом к этому приходит как к крытику, да, то есть как преобразуется человек в новом качестве, приходит в новое состояние. А сегодня мы с вами говорили о том, как полюбить себя, и я рекомендую вам создать у себя в сознании, в своем образе вот такую картину понимания ситуации, как полюбить себя, как выйти из состояния низкой самооценки или отсутствия высокой уверенности в себе с помощью состояния любви, взаимной любви, развития своей индивидуальности с помощью личности и своей личности с помощью индивидуальности. Поэтому, друзья, это такая, наверняка, игра слов, кажется, запутанная, но на самом деле все очень просто. Поэтому, друзья, пока. С вами был я, Виталий. Пишите, комментируйте, обращайтесь. Помогу, чем смогу.